Дорожные транспортные происшествия с управлением. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. Еще один случай произошел 2 января на проспекте Коста. 25-летний житель Владикавказа, управляя автомашиной «Лада Гранта», сбил мужчину с ребенком. Четырехлетний мальчик был госпитализирован. И это не последний инцидент на дорогах в праздничные дни. 2 января сотрудники ДПС в Моздокском районе раскрыли грабеж, который произошел в отношении водителя такси. Поздно ночью незнакомый подсев в таксисту и поехал кататься по городу Моздоку. Когда пришло время расплачиваться за то, что он такси его возил по городу Моздоку, водитель выхватил нож и, угрожая убийством, завладел автомобилем ВАЗ-21099. Водитель такси незамедлительно обратился в обиженную часть ОМВД по Моздокскому району. Турнир по длинным нардам прошел во Владикавказе. Его инициатор Юниус Панов собрал участников сообщества «Кунаки Кавказа», подружившихся в виртуальном мире. Официальным видом спорта нарды стали в нашей стране лишь в 2003 году. В турнире «Кунаки Кавказа» участвуют команды из Дагестана, Чечни, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставрополя и Москвы. Интернет сегодня дает возможность показывать, что встречаются 100 человек, а это видят тысячи, сотни тысяч и миллионы. Поэтому мы сегодня пропагандируем дружбу народов. Мы показываем, что очень много людей здравомыслящих, очень много людей, которые хотят культивировать дружбу народов, которые помнят обычаи наших дедов и прадедов, которые жили по законам куначества, по обычаям куначества. И этот обычай мы на Северном Кавказе сейчас возрождаем. В Горском агроуниверситете стартовал чемпионат республики по мини-футболу. Игры проходят по круговой системе. Основными фаворитами являются команды-старожилы СК ГМИ и ГГУ. Однако судьи отмечают, что все шансы побороться за высокие места имеют также «Спартак», «Стимул» и «Ирбис». Всего же в соревнованиях принимает участие 8 команд. Победа в чемпионате даст возможность сильнейшему коллективу попасть в следующий этап первенства. Соперники всегда были сложные. В частности, мы сыграли с командой ребята глухонемых. Они сделали совместно с ребятами. Многие играли на чемпионате мира. Ребята с большим опытом. Да, и все. Я так выображенно посмотрел. Здесь все друг друга знают. То есть уровень команд очень высокий. Поэтому будет тяжело. И пусть победит сильнейший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова